доброе утро всем привет с вами я первым делом что надо поставить правильно батарейку на зарядку от шуруповерта отлично итак ребят сегодня перим кисловоз составы перим меритинский курорт большой состав перим кисловоз небольшой состав а вот перим меритинский курорт большой состав также есть сегодня москва новой рингой думаю там тоже немного будет вагонов ну и конечно же будут вагоны по ремонту в рамках то 2 и то 3 итак я не в курсе выйдет ли сегодня алексей мне на помощь или нет андрея точно не будет потому что у него хотя бы один выходной и потом снова работать хрен знает сколько дней вот алексей вчера один день отдыхал и вот непонятно сегодня выйдет он нет потому что у алексея в будние дни вот сегодня пятница 20 сентября вот него в будние дни времени нет выходить на работу так как ему нужно ребенка уводить в садик и забирать из садика короче как то так ну что давайте готовиться к работе я сейчас пью кофе ем шоколадку поставил на зарядку ждем всех остальных ждем парк наряд и приступаем к работе быстро все меняется пришел мастер распечатал парк наряд и оказывается сегодня ребят перим эмерикинский курорт состав расформироваться теперь он будет ходить раз четыре дня сегодня у нас два состава москва новую рингой и вот перим кисловоз которыми сейчас нахожусь есть два вагона то 2 один уже стоит на парке 2 придет в составе америкинский курорт перим ресторан надо будет делать а то 3 вагона сегодня не поставили представили другой вагон вот ведь как я и говорил у нас бывает что резко все меняется поэтому сегодня у меня легкая смена еще в такую легкую смену вышел на подработку алексей и я думаю что сегодня мы наконец-то как и раньше до четырех часов до пдк комиссии успеем все сделать давайте сейчас начнем работать проверять все смотреть как у нас тут 4 килограмма давления в атмосферу покажи нам градусы пожалуйста 58 59 греет бойлер все отлично я так понимаю аэратор вообще отсутствует здесь да и у меня с собой наверное нет блин надо поставить большой расход воды идет терминаторы форсунки надо почистить плохо вода идет до сейчас почистим форсунки может быть у меня с собой есть аэратор надо поискать я наверное их все из расходов мы там смотрим сейчас в чемодане еще как ездила а чё тоже аэратора нет смотрите ладно запомню надо будет поставить сюда сейчас просунки там почистим и пойдем дальше блин надо его поглубже засадить он сейчас опять брызгаться начнет конденсат слить надо хорошо а то обычно шланг так торчит начинаешь тебе сюда сюда в лицо весь конденсат брызг это специально нужно сливать конденсат специально специально выведена трубка здесь экран для слива конденсата с бачков ресиверов которые установлены вот слышите да компрессор работает тут еще в чердаке установлены ресиверы бочки нужно периодически сливать конденсат иначе он будет попадать я уже по-моему рассказывал об этом да что здесь находится у нас одним на пневматические клапана и вот он конденсат в них попадает они начинают перебойно работать а когда они начинают перебойно работать значит они у нас то откроют они откроют шиберную задвижку то в воду дадут не дадут и наш горшок начинает мудрить это нехорошо хотя там есть тоже установленный стакан конденсат отводный но он не спасает цикл прошел отлично я прошел 109 ой я прошел 365 поезд хотел сказать 109 придет только еще через час поэтому пойдемте поможем алексею на то 2 на рембутях он как раз находится вагончик там у него в бойлере вот такой вот суж сигнализатор уровня жидкости перегорел ну и торцевой ключик сразу взял чтобы нам там бойлер снять сразу на месте поменять а не тащить бойлер сюда потом обратно пускаться проще я туда дойду уже и помогу алексею кстати слесарь вместе с алексеем там делать то 2 а состав перен кислородский я быстренько пробежался там всего пять вагонов по нам ремонта нет и его сейчас пока моют катает там через мойку откачивать его нельзя поэтому слесарь с алексеем помогает туда делать слесарь с алексеем слесарь алексеем ты заговариваешься весь пойдемте тоже поможем ребятам быстрее сделаем быстрее поедим вообще как говорит как говорится раньше сядешь раньше выйдешь вот сам бойлер вот смотрите афишку снял вот как раз вот 16 позиция вон там усик остался внутри усик остался там легков на усик остался внутри в отверстие там отсюда остался на его лишь окисленно и он там оторвался остался от как раз он идет на суш сейчас на как-то отсюда высверлить достать тихонечко и этот бойлер придется менять там получается усик сейчас оборван на фишке сейчас я сниму бойлер отпал видишь нету там я туалет закрепил а чёрт давай тогда я сейчас схожу за этим заболе нам перегуба переходите сгоны тройники переключу на новый но здесь придется его как-то доставать тихонечко высверливать каким-то чудесным макаром может достанется если нет то здесь тоже фишку на будет перепаивать баллер нам новые не дали дали новую фишку но она правда уже была запаяна сейчас мы ее вот перецепили все провода сейчас мы ее просто здесь закрепим обратно и можно обратно ставить будет собирать что у нас только один винт живой остался и то без и то без гайки короче сейчас найдем на сначала ее выгнуть она смотри там загнута загнули здесь подстучать чем-то что ли или он так притянется тянется тянется не он коротковат наверное не зайдет они тоненькие но где-то они тут есть где-то здесь поискать или нет так вот они коробочки были тоненькие так еще под него гайку же найти же надо вот еще один и там один есть да гайки только нас собирать тут игрой граверы есть тоже еще одну гаечку на 1 вечер вот сейчас попробуем сначала этих 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 они на тут работать задел случайно попробуем антиокислителем сейчас побрызгать и немножко постучать может быть усик оттуда выйдет я его зацеплю плоскогубцами и достану если не выйдет то я чуть-чуть тоненьким сверлом попробую просверлиться достать его так если этого не получится то надо будет третий вариант разобрать фишку отпаять провод попробовать сюда выколотить усик он должен выйти и провод обратно припаять если этого не получится тогда уже придется всю фишку перепаивать алексей у нас ушел по замечаниям вчерашнего то 2 что андрей дел замечание много сейчас мастер ругался кто-то дел то 2 почему так много замечаний вчера андрей занимался им видимо проглядел прилично так оголенные провода торчат фишки блок не закреплен там гп не закреплен на один только хомут вот вообще он выйдет сюда не выйдет хрен с 2 он сюда выйдет просверливаться на будет даже не стронулся ладно 39 градусов уже нагрел какой молодец все у меня ребят с фишкой получилось я просверлился вот он усик у меня оттуда вышел правда немножко лишка вышло но ничего страшного вот я для того чтобы новый ус который вставляется в отверстие ну на фишке верни на болере вот я на всякий случай чтобы нормально был хороший контакт распушил провод туда вставил в отверстие что ну чтоб был точно хороший контакт вставил все работает короче все получилось все нормально вот бойлер греет сейчас ребят все буду собирать на место здесь и и что еще 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 в этом вагоне получается у нас алексей заводил вакуумную установку но я вот пришел я и выключил 89 качает больше не может у нас где-то идет утечка вакуума причем очень хорошая хотя буквально вот вчера этот вагон пришел с рейса я вас проверял здесь все работало бегал на улицу смотрел откачные магистрали нет тишина сейчас там туда и собираю все давайте снова его заведем мы будем смотреть где у нас все-таки утечка есть так все здесь собрано кроме что вот кран как-то вот шаровый стоит конденсат отводная трубка уголок вот этот не нравится мне эти окислены так здесь магистраль за уголком посмотрел нормально седьмом купе разобрал смотрите как криво тут магистраль в уголок вставлено может из-за нее еще но так-то вроде целом скреплено все затянуто давайте сейчас заведем вакуумный насос и посмотрим еще раз хочу посмотреть откачные может быть какая-то резинка вообще не прилегает горловине если не прилегает там да в принципе 89 так и будет качайте не сможет накачать и не услышишь шипит или нет если прям сильно не прилегает отверстие большое так ну погнали что-то качает все 89 больше не может пойдем седьмой купе послушаем слышно что здесь воздух качает но здесь не травит как бы ну ладно пойдемте откачные проверим больше трансформатор гудит слышно нет резинка стоит но вакуума нет в багет в чем дело где-то по магистрали что ли фигачит здорова здорова не дует Хорошо, слышно вроде как ткачает, но где-то у нас идет хорошая утечка. Что это такое? Еле, я сейчас там в седьмом купе заткнул перчаткой. Странно. Так. Прошелся по магистрали. Вот все целое. Левая. Но где-то утечка идет все равно. Причем хорошая идет утечка. Так. Там в одном месте магистраль немножко ее сплющила. Надо посмотреть. Ну, блин, там не видно под этим, под железом. Надо посмотреть. Значит, что сейчас делаем? Я вставляю обратно, раз он здесь хорошо сосет, вот сюда трубку. Я вставляю обратно, затягиваю ее. Сейчас схожу, наверное, до конторы, возьму чопик резиновый специальный. И как мы сделаем с вами? Мы, значит, сейчас возьмем, к примеру, вот этот уголок или вот этот, наверное, внизу открутим. Магистраль отсюда достанем, чопик ставим, затянем. Если будет начинать у нас вакуум качать, значит где-то отсюда и до рабочей стороны идет утечка вакуума по магистрали. Если такая же фигня, то надо с баком разбираться. Ну, и сейчас еще сам вакуумный насос, который трубка выхлопает. Сейчас ее откручу, посмотрю, как будет дуть оттуда. Может быть, он забил его там грязью, не может быть, не может выдуть воздух. Может, из-за этого еще не качает. Все равно 89. Смотрите, я, ну, не сходил за этим, за затычкой. Я вон тряпку, пакет сделал, снял, вставил. А вакуума все равно нет. Что-то, ребят. Где-то, где-то, а что у нас? Давайте посмотрим нерабочую сторону. Здесь магистраль стоит родная. Где-то что-то все равно хорошо сифонит. Либо в самом баке надо попробовать, значит, резинки на откачных убрать. Либо для эксперимента мусорные пакеты намотать за это самое. подложить и посмотреть, может быть, из-за них что-то где-то. Ну, хорошо где-то травят вообще. Так, сейчас начинаю снять нерабочки там за унитазом посмотреть сам уголок. Алексей вот здесь вот снимал унитаз и крепил сам вот этот кожух. Алексей, передаю тебе привет. Я знаю, что ты сейчас на ТО-2 вчерашнем устанешь замечание, но вон даже видно. Не затянут хомут. Как это показать-то? Вот он, хомут не затянут. Уголок не одет обратно. А я тут хожу в утечку еще, думаю, что такое. Ай, вон он, все, кверху вообще торчит. Вообще болтается весь. Ай, ладно, сейчас тогда выключу, буду все обратно собирать. А я ведь и кожух снял с рабочей стороны вот этот, всю магистраль просматривал. А оказывается меня Алексей здесь решил подколоть. Ну ладно. Пойдемте посмотрим, как будет качать. Ну, конечно, Алексей меня подколол. А так смотришь сверху, ты сразу не заметишь, пока рукой не залезешь, не пощупаешь. Я посмотрел, хомут ровно сидел. Так, тут я все закрепил. Хомут ровно сидел, я посмотрел, ну и как бы вроде уголок сидит. Вроде. И не шипит, а потому что 89, а когда давление 89, не услышишь, что шипит. Было бы там 77, 75 и ниже, слышно, что где-то шипит. А когда 89, 90 и выше, натравит где-то, ну ты не слышишь все равно этого шипения. Рукой залез, раз хомут слабый, потом ниже залез уже снизу под уголок, а там такая дыра. Вот он не одет вообще. Сейчас вот его одел, но пока собирать не стал. Ну вот ниже пошло, сейчас пусть покачает, а я послушаю. Может быть я там не дотянул, о, я уже слышу, там шипит. Сейчас возьму трещотку, потому что шуруповертом неудобно там. Сейчас трещотку возьму и буду хомут дотягивать. Надо здесь тоже перекрутить, травит. И снизу, и здесь. Потому что вон криво стоит немножко. Ладно, сейчас перекручу. Так, время. Пол первого. Во все уже обед идет, а я все здесь ковыряюсь. Так. Ну что значит? Тут подтянул, там подтянул. Кстати, да, говорил. 89, там не слышно, как травит большое отверстие. А сам услышал, да, 84. Я забыл сказать, что когда отверстие совсем мизер, то тогда еще можно сразу услышать, как травит вакуум. А вот когда вот такие вот чудеса происходят от Алексея, тогда не слышно. Ну что, сейчас тогда дождемся вакуумник. Накачает полностью. Вот, проверим здесь смывы, и я буду обратно все собирать. Я потому что здесь все разобрал. Видите, я здесь все поднимал, смотрел. Здесь, здесь, всю магистраль проходил. Здесь, я везде утечку смотрел, что-то как. Вот, там тоже все. Ну, здесь я закрыл обратно. Так, тут у меня тоже батарея разобрана. И тоже надо будет сейчас собирать все. Короче, сейчас все соберу. Я сначала все проверю. Особенно здесь, с рабочей стороны. Все соберу. И можно будет спокойно идти на обед. А я хотел 109-й поезд встретить Спирона. А он же давно пришел. Думал, в 11 часов схожу его встречу, а потом помогу вот здесь Алексею. Ну, часик с ним здесь поработаю. А оказывается, вот как получилось, что у нас очень много замечаний по вчерашнему ТО-2. Что, подключился, что ли? Нет, все еще качается. Вот, много замечаний на ТО-2. Алексей туда ушел, и я вот тут застрял немного. О, 42. Почти накачал. Тишина. Все хорошо. Сейчас с той стороны еще послушаю. Короче, остается в этом вагоне, получается, ну, гидроаккумулятор проверить, крепление и так далее, провода на датчиках давления УПХ и ГВ. Стереть пыль. Но это уже после обеда Алексей будет доделывать. Хотя у нас еще он не все замечания сделал вчерашний ТО-2. Что-то вчера Андрей прям нехорошо поработал. Ну и, к сожалению, там еще на ТО-2 во втором вагоне температурный датчик что-то начал мозги компенсировать. Надо посмотреть, либо заменить его, либо поднастроить. Посмотрим. Ну и что у нас остается? 109 еще состав. Вон, слышно его на мойке моют. Я пошел на обед, я есть хочу. Всем приятного аппетита. Опа. У нас замыкание на 110 вольт. А ну-ка. Горит. Вот. Тут все выключено. Ох ты. Еще все отпадает. Горит. Все. Вроде как. Давай чего так сделаем. Ушла. Значит где-то в вагоне замыкает что-то. Что именно еще? Ай, все что? Свою всюку выключал? Вот он в грех. Горит. В розетке. Все равно горит. Ну далее уже пускай ребята. Соседнего цеха. Братья наши старшие. И сейчас в чем проблема. Где у них что замыкает? Это я в составе ребята. 109 уже. Обед быстренько закончился. Сейчас прошелся. Тут сегодня вагонов тоже немного. И работы тоже немного. Я сейчас быстренько 109 состав проверю. И позвоню Алексею. Где-то он ТО-2 делает. Где он вообще? В каких вагонах? Вентиляция шпарит. Будь здоров. Слышно тоже тут вентилятор работает. Тяга есть. Все хорошо. Отличный смыв. Ну что. Давайте звонить Алексею. Где он у нас? Кстати вот. Приехал состав. Перми-Меретинский курорт. Весь разоборудуется. Выгружает с него все оборудование. Огнетушители. Ломики и так далее. Ну так же наверное. Ну конечно. Грязное чистое белье увезут. А матрасы, подушки. Одеяло. Пледы. Прутики. Что там у них еще? В каких-то вагонах. Видите? Коврики. Это все увезется на склад. Здесь кстати, что-то тоже матрасы так сложили. Товары в дорогу. Кстати. Давайте-ка мы с вами посмотрим. Сколько сейчас стоит вообще? Подстаканник. Ммм. Три с половиной. Со стаканом. День народного единства. Колокольчик 1100. Тут нет никого? А, нет единственного? Кроме меня нет. Кто видел свой зал? Да, видел. А это что такое? Пастила 450 рублей. Офигеть. Ну а что, зато никуда ходить не надо. Ага, видел. 65 рублей это что за один пакетик кофе в 3 в одном 50 рублей кофе латинопиток кофейной растуримой 105 рублей за пакетик кофе натуральный 165 за чашечку плюс 25 рублей сливки мороженое поломбир 190 рублей тульский пряник 115 пикболом 200 220 рублей вот да цены какие пиво безалкогольное 190 рублей за баночку а вот подстаканники то есть разные 250 6 350 подарочные с позолотой в ассортименте 6 350 вот еще есть какой то 6 350 нафига себе флеш накопитель 910 уже а был 800 рублей который мы кстати флеш флешку такую разыграли с павелом проводником на стриме тапочки просто тапочки 300 рублей а вот набор 750 там тебе и тапочки и щетка кстати я такой же покупал когда ездил в нижний тагил но блин стоил дешевле не 750 рублей 350 стоил правда это было два года назад вот так вот такие ребят цены мы находимся в огонь и ресторане сейчас хочу проверить итак у нас что тут тасол больше минимума показывает сейчас подожди вот хочу с крестями попробовать поработать жужжит работает но а да вот слышно булькает по малому кругу идет он добавляет да да пломба стоит лег смотри стакан стоит вентиляция работает тянет электрообогрев там включился утечку я сразу же посмотрел все нормально насоса здесь водяного у нас отсутствует здесь идет вода вот только самотеком смывчик у нас есть вот такой вот он небольшой здесь но все хорошо ребята что еще сказать остальные т.у.2 алексей сделал ну то с тем на ремпутях тоже закончил я вот здесь был в ресторане час все хорошо по низам тоже помог слесарь андрей все сделали мы сегодня успеваем до четырех часов все офигеть кстати с температурным датчиком тоже все хорошо знаете в чем было а не скажу это будет для подведения итогов время 5 часов ровно птк комиссия уже прошла и вот там соседнем соседнем вагоне было замечание что что-то сто лет мне не работают я пришел посмотрел опять преобразователь выключен я включился завел все хорошо это единственное замечание ну и то оно такое даже сказал не замечание просто ребята придите посмотрите что-то у вас не работает нормально все отправляемся в контору достиживать свой смен опа смотрите здесь такая же фигня красным горит нет мы не отправляемся в контору ну-ка пойдемте посмотрим что здесь творится что за фигня вызывали только на тот вагон почему здесь красным горит а здесь преобразователь включен а теперь на блок посмотрим какую ошибку нам пишет что-то я прям удивлен ладно вот увидел заметил сейчас бы пришел снова бы сюда вызвали как уже в этот угон не соседней 8 а знаете что это это утечка вакуума видимо после осенизации плохо закрыли откачать сейчас я перезапущу посмотрю как будет качать и послушать костюм слышно чуть чуть неровно села резинка здесь верхняя вот теперь не шипит вот ты хорошо давайте послушаем посмотрим теперь как будет качать ну да действительно не очень что-то качал я с той стороны послушал потом с этой там-то хорошо а осенизацию до проводили с этой стороны но все качает тихонечку 57 56 о пошло дело как вы видите я уже переоделся время доходит 8 часов смена закончилась но и значит пора видеоролик нам заканчивать хорошая была сегодня смена работа немного плюс еще андрей вышел ой андрей алексей извиняюсь вышел на подработку спасибо большое помог мне мы сегодня все успели сделать до 16 часов до пуды как эмиссии проведение то 2 вагоне ресторане не стал снимать там нечего снимать мы быстренько его сделали один бак один горшок водяного насоса нет есть только трагуляционный который у нас тасол гоняет по системе отопления электробогрев работает тасол есть как бы ничего там нет нечего было снимать единственное что там наша еще вот вентиляции она тоже работает я не стал снимать быстренько так заснял немножко есть вагончик то 2 который был 2 у нас от с которым пришлось поработать сегодня он после обеда алексей он же вперед меня покушал вот алексей его додел и мы вместе ушли разбираться вот я обещал на подведение итогов вам рассказать с датчиком температуры и потом уже вот вагон ресторан то 2 доделывали что значит с датчиком температуры объясняю этот датчик у нас универсальный он срабатывает на 3 градуса на 10 градусов вот то есть если температура у нас в баке накопители менее 10 градусов выше нуля датчик срабатывает включается циркуляционный насос и у нас начинает гонять в зимний период начинает гонять тасол и тем самым греть бак когда температура в самом баке при рабочем тасоле при отоплении да ну при обогреве тасольным когда температура все же падает еще ниже то есть менее 3 градусов выше нуля датчик срабатывает еще раз и у включается электро обогрев бака так вот сегодня когда была сдача вагонов то 2 было замечание что в автоматическом режиме в автоматическом хотя на улице тепло сработал датчик что в баке якобы температура менее 10 градусов работает тасольный насос но сейчас же не отапливаемый сезон во-первых во-вторых вагон тоже не топится а тасол гоняет насос так вот мастер нам дал новый датчик сказал попробуйте с тем разберитесь если не получится поменяйте на новый и вот мы пришли туда я действительно включаю все он действительно в автоматическом режиме работает но я открыл люк бака прислонился рукой железо же сплошное прислонился рукой к баку он холоднющий и у меня в голове было такое что скорее всего ночью сегодня у нас температура была ниже 10 градусов так вот течение дня железо не нагрелось солнце сегодня нет да еще дождь вот ну солнце было на то выйдет то спрячется а вообще как бы сегодня дождик ветерочек как бы прохладно и железо в течение дня само не нагреется его надо подогревать поэтому скорее всего датчик среди этого всего железо замерз и так и не согрелся мы его достали я буквально его рукой немножко подержал ладошкой а нет ну да я сначала его ладошкой подержал ну правда не не просто ладошка ну в перчатке я его подержал рукой и потом буквально секунды две зажигалка вот так погрели его ну сам кончик потух индикация потухла то есть он сработал что тепло все собрали обратно поставили это все сходили на вагон вот ресторан то два сделали потом вернулись обратно сколько мы там пробыли ну наверное ну минут 40 точно вернулись обратно еще раз я проверил посмотрел нет все уже не срабатывает датчик нагретый все хорошо я думаю может быть из-за этого сообщили все мастеру посмотрим как себя поведет в дальнейшем вагон никуда еще не уходит он будет стоять на парке когда будет прицепляться ну еще раз обратим внимание как он себя поведет вот заявочный ремонт сегодня по составам знаете сколько было всего один и вот пишут на блоке управления вакууме насосом периодически выходит ошибка этот блок я перезапускал несколько раз смывал несколько раз после осенизации еще раз проверял все работает все классно и еще сегодня получается когда я встречал кисловодск состав не проводник сказал что в ходу в рейсе несколько раз туалет почему-то уходили в ошибку горели красными мы их просто перезапускали и они снова работали я сегодня тоже вот на это внимание обратил проект прошли ну прошла осенизация тоже посмотрел все классно все работает никаких ошибок мы посмотрим вот и что еще еще вот когда сейчас бегал на тоже на кисловодск до 2 вагона вот в одном преобразователь был выключен во втором утечка была 8h все завел послушал накачала давление все значит хорошо посмывал все здорово пришел в контору сюда снял с себя ботинки кипетель кепку только сел заворил чай звонит диспетчер и говорит ребята что-то вагон не работает только уже не в составе кисловодска в составе 109 а это там на самом западе я думаю блин ты не мог раньше позвонить пришлось прогуляться сходить прихожу значит туда и главное диспетчер не знает номер вагона знать что какой-то вагон 109 дай бог сегодня 109 немного вагонов я забежал действительно красным гореть ничего не работает открываю то же самое 8h то же самое перезапустил пошел послушал ткачную а она свистит поправил ее вот все заработало бывает немножко такое да криво встает хотя наш наш следствие всегда когда откачивает он закрывает и поправляет старается июнов в центре отцентровать чтобы не было такого но сегодня ведь вот два вагона не получилось у него это сделать да и в принципе знаете каждому вагону выделяется какое-то время по цинизации то сам подъехал откачал закрыл машина поехала дальше машина работает плюс рядом тут же газельки ездят экипировка так далее погрузка белья тут же птошники стучат все работают не услышишь сразу что у тебя что-то шипит не услышишь а стоять по 10 минут каждого вагона мы тут тоже вмешаемся же все равно по идее как бы ну ассенизация мешается машина поэтому мы не ругаемся на слесарей мы всегда говорим так вот у нас колес леса есть он сейчас в отпуске он как делает он откачал ему все равно идти штамповать каждый вагон в журнале вы 8 делать отметку о том что проведено т.о.1 откачка и так далее расписываться ставить число так вот он откачает все например скажем да с запада на восток с востока выйдет машины ну или а с машины заберет господи биатол в общем дозирующее средство все равно проливать еще все это он идет обратно на запад по улице и слушает за собой все откачные которые он открывал он слушает их обратно за собой какая-либо из них если зашипит он их поправляет а уж потом с запада снова идет штампует проливает все расписывается и возвращается обратно на восток вот он так делает другие слесаря так не делают и вот мы подсказываем им ребята что нужно вот так делать и когда у них я так понимаю есть свободное время то они так делают а когда составов много и некогда они так не делают почему-то у коли получается у них не всегда получается ну ладно ребят опять я с вами заговорился все я пошел домой завтра у меня по плану должен быть выходной я поеду на юбилей к папе моему папе исполняется 65 лет мы всей семьей собираемся но я завтра могу выйти на работу утром до обеда или хотя бы на полдня там помочь ребятам потому что завтра придет состав перим симферополь он у нас пугнул получается завтра три больших состава 220 перим новую рингу и перим новороссийск и вот придет перим симферополь плюс вагоны будут то 2 и может быть поставят вагон то у 3 может поставить может нет непонятно еще так вот если перим симферополь завтра состав запросит ремонт заявочный то я приеду ребятам помочь то есть я встану в шесть утра в семь часов мастер уже мне позвонит и скажет есть какие-то заявки или нет если заявок нет то спокойненько я дома собираюсь готовлюсь к юбилею к папе с поздравлением и ст.д. если же заявки будут то я еду на работу и помогаю ребятам вот вот так ну теперь пора всех благодарить вас за ваши просмотры за ваши комментарии активность на канале за ваши подписки не только на ютубе на рутубе вк-сообществе спасибо вам что в телеграм-канале пишите между собой общаетесь такая активность остается спасибо вам всем большое ну естественно спасибо вам всем большое за финансовую поддержку очень у вас всех за это благодарю ну а я же с вами прощаюсь с вами был я улыбайтесь вам это идет я желаю вам здоровья и не только в вам и вашим родным и близким всем пока пока до новых свежих видеороликов реквизиты для вашей поддержки я как всегда оставлю в описании как и ссылочки на и рутуб канал на вк-сообщества все будет в описании пока пока мне пора так там все выключил все выключил а